Здравствуйте! Вы смотрите канал Сад для души. Расскажу вам про модный нынче сорт томатов банановые ноги. Расскажу все без прикрас, то есть все как есть про особенности выращивания, чтобы вы поняли для себя действительно, стоит ли вы выращивать или нет. Итак, что касается урожайности. Ну, урожайность у меня ниже, чем заявлено. То есть вот мы можем видеть вот такие грозди. Но это вот с трех кустов. Конечно, у меня условия более северные, более холодные, но тем не менее. Теперь про особенность выращивания. Вы знаете, везде только хвалебные отзывы. Я же скажу, что это самые слабые кусты помидор, которые вот были вообще в моей теплице в открытом грунте. Они очень долго развиваются. То есть вот, знаете, сидят кусты и думаешь, ну, вьюны, вьюнами. Просто я уже, вот, кстати, Марина Митрофанова, тебе привет большой, уже списывалась садоводом из Питера, консультировалась как, что, потому что она тоже выращивает этот сорт. И мы обе отметили очень слабое, заторможенное развитие вот этого сорта. Но потом, вы знаете, наступает какой-то вот переломный момент, и сорт набирает завязи, начинает формировать плоды и созревать. То есть поэтому вот не пугайтесь. Где-то месяца полтора-два после высадки он демонстрирует такие очень слабые, слабый рост и слабое развитие. Очень много пасынков при этом дает, которые надо удалять, конечно. Теперь про выращивание. Когда я его приобретала, было написано, что лучше выращивать в открытом грунте. Но я побоялась вот нашествия фитофтора и высадила в теплице его. И действительно, один кустик специально для эксперимента оставил в открытом грунте. Так вот.